То есть здесь мы уже прорабатываем, скажем так, источники, уже сразу целые блоки. То есть если здесь у нас, допустим, вот идет первый блок ДРК и духовность, то здесь у нас первый блок будет мысли и чувства. То есть, грубо говоря, здесь еще то, что у нас распределено по телу, а здесь уже то, что у нас сгруппировано. То есть первой частью мы проработали мелочи, а здесь мы уже прорабатываем целые блоки. Почему именно в таком порядке? Потому что разница, что перебирать вручную, а что копать экскаватором, такая приличная. И здесь вот, кстати, мы идем по базам. Мысли и чувства, по сути инстинкты, какая-то физиология. И завершаем это большим блоком, соединяем, грубо говоря, душу с телом. То есть все это дело запечатываем. Дальше у нас идет... Мы прорабатываем со спины. Со спины тоже, кстати, очень мудрая и хитро продуманная система. Сначала мы даем выправку, то есть то, на чем все остальное будет держаться. То есть мы даем человеку базу опору. И мы в первую очередь прорабатываем эту опору. Это вот эта вот синяя конструкция, синяя ромба. Потом, ну, естественно, мы вначале по позвоночнику, так же, как во второй части. Но, по сути, первая часть – это у нас мы даем опору. И уже после того, как у нас есть опора, мы уже можем как своей жизнью распоряжаться, понять. То есть мы уже идем по вот этим меридианам, которые отвечают за контроль жизни, за наши выборы и так далее. То есть вот этот момент, он уже такое соединение собственной физики и психологии. Вот только на физическом уровне, насколько это возможно сказать. И получается, проработав этот момент, у нас еще остается зашлифовка, балансировка. То, что мы, в общем-то, делали в первой части. Но только такой уже более продвинутый вариант. То есть, по сути, мы образуем спиральный кокон. Это такая достаточно мощная штука. И периодически я это делаю в конце первой части. То есть вместо стандартной полировки, где-то там, может, со второго-третьего раза, особенно если у человека вопросы по безопасности, много страхов, вопросы по уверенности в себе, да. Он вот этим коконом, ну, это ему дополнительная поддержка. То есть он за спиной ощущается. Вот, и еще один важный момент, это здесь есть кристалл осознания. Вот он коричневый, это мы в самом конце разберем. Кристалл осознания такая интересная штука. Бывают клиенты крайне упертые в своем нежелании куда-то двигаться, да. Но умом понимают, что надо, они вот постоянно бегают от сопротивления к тому, что сделать им не хорошо. Вот специально для таких клиентов вот есть такой кристалл. Он что делает? Он заставляет человека вытащить вот его основную занозу на поверхность. И либо он ее осознает сразу же на столе и быстренько сам минимальными ресурсами прорабатывает. Либо его просто вытаскивает, чуть ли не помимо его воли, на проживание вот этого вот момента. То есть вот это очень-очень-очень акционно мы даем. Если уже у клиента есть запрос, да, мне надо это сделать, а вам уже надоело с ним возиться, и он готов на все, вот это вот, вот это то самое все, которое нужно ему предложить. Собственно, в этом основное отличие. Что еще мы будем делать? Мы сейчас разберем основные схемы, и потом разберем дополнения. Дополнения это те, которые я вам говорила. Дополнения по, тоже по мере диамам, по разблокировке чувств. Мы их все делаем между частями. То есть если нам надо что-то добавить, я просто напоминаю, что мы, допустим, проработали первую часть. После первой части мы можем включить какие-то моменты, да, и потом делать вторую часть. То есть все дополнительные вещи мы включаем между частями. Что еще хочу про это сказать? Что дополнения, ну, как из моей практики, не должны превышать, ну, максимум 15%. 5-10% будет выше крыши. Если больше, по мне, система становится вот этой системой нестабильной. То есть слишком разнородная энергия тоже не дает, в общем-то, ничего хорошего. Что еще? Еще мы завтра возьмем, скажем так, экстренную помощь, да. Если человек к нам приходит, и, ну, всякое бывает, там, пошла кровь носом, вдруг сильная голодная боль, там, такая усталость, что в обморо падает, еще что-то, да. То есть вот у меня долгое время был вопрос, что делать, если вот надо срочная помощь, да. Садить его, отправлять его, продолжать и так далее. То есть вот есть какие-то моменты, которые можно проработать классическим, вот, ну, скажем так, праническим целительством, да. Можно ли сюда добавлять вот эти же самые классические приемы, типа свейпинга, да, верчения, все вот это. Можно, но я еще раз скажу, что я бы добавляла все-таки между, не вмешиваясь вот в эту структуру. Ну, как бы эксперименты показали, что лучше не нам. Вот. Что еще здесь хорошо? Вот когда эта вся штука прошла, чак еще лежит, можно подключить вот эти чакральные проработки, да. Здесь вот есть методички, в общем-то, и в кристалле раскладки они есть, базовое убеждение по чакрам, да. То есть если мы видим, что с какой-то чакрой есть вопрос, там, не знаю, допустим, ну, ажна, я имею права видеть, да. Если чувствуется, что здесь вот, ну, не работает, не работает, значит, вот человек лежит, вы держите энергию над чакрой и загружаете, я имею права видеть, согласен, согласен. Если при этом человек продолжает ничего не хотеть видеть, да, у нас тогда есть вот то, что я говорила, меридианы. То есть это будет соединение лоб и глаза. Вот эти вот меридианы, которые мы потом возьмем чуть детальные, детальнее, они тоже должны быть вставлены между. Если вот прям вот очень надо, тогда хотя бы должен быть проработан один блок полностью, потом, допустим, вставили и потом следующий. То есть, грубо говоря, один, два и три вот в серединке вот уставлять ничего не надо. Ну, разболосимая вот такая система. Вот. По поводу того, что, ну, все, что там можно добавлять, в принципе, я вот сказала на первом курсе, да, это все есть. Кристальная дермонизация, под цвета. 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 Кристальная дермонизация, под цвета.